Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами правительства, главами городов и районов, руководителями профильных ведомств. Одна из главных тем – обращение с безнадзорными животными. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале. Цитата. Проблем в этой сфере немало. Решая их, мы должны соблюдать баланс между гуманным отношением к животным и обеспечением безопасности для наших жителей. Мы пересмотрим на региональном уровне отдельные аспекты программы отлова и стерилизации животных. В ближайшее время расширим поддержку действующим 18 приютам, а также выберем две территории под новые приюты. Это будут Самара и Тольятти. Пригласим предпринимателей, которые будут готовы софинансировать этот проект 50 на 50 с регионом. Конец цитаты. Вячеслав Федорищев поставил задачу главам муниципалитетов в двухнедельный срок предоставить информацию о масштабах проблемы на местах. Исходя из этого, будут приниматься дальнейшие решения. Помочь с получением полноценных прав на свою собственность в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с жителями проблемного объекта жилищного строительства по адресу Максима Горького, 131. Одна из частей дома, которого недостроена, что мешает ввести в эксплуатацию другую секцию. Какие пути и решения найдены, расскажем в нашем сюжете. Уже более пяти лет одна из секций дома номер 131 по улице Максима Горького недостроена. Если первую и вторую секции удалось ввести в эксплуатацию, то законченную обособленную половину трети сдать по документам пока не представляется возможным. Поэтому жители, которые только по решению суда получили квартиры в собственность, не могут полноценно пользоваться своим имуществом. У нас нет входа, как у всех жителей, нет двора. Соответственно, нет никакого подъезда ни на машине, то есть ни пожарные, ни скорые проехать не могут, потому что у нас там стройка. Как решить этот вопрос, жители обсуждали на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, главой Самары Еленой Лапушкиной и представителями компании-застройщика. Глава Самары рассказала, что сейчас разрабатывается план работ, включающий в себя все необходимые технические экспертизы, что позволит разграничить части третьей секции друг от друга, благодаря чему вопросы ввода в эксплуатацию и завершение строительства можно будет решать по отдельности. Глава региона поручил в течение двух недель подготовить пошаговую дорожную карту действий и согласовать ее с жителями. Также к губернатору обратились представители застройщика с просьбой продлить разрешение на строительство оставшейся секции. Вячеслав Федорищев ответил, что сейчас в приоритете те жители, которые уже проживают в доме, а завершением строительства будут разбираться после прокурорской оценки хода работ. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Почти 20 тысяч самарских школьников уже смогли отдохнуть во время летней оздоровительной кампании. Для них доступны как пришкольные лагеря, так и учреждения загородного типа. При этом ребята постарше могут еще и заработать свои первые деньги, устраиваясь на подработку по муниципальным контрактам. Об этом, а также о сезонных работах по ремонту дорог и благоустройству общественных территорий говорили на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. За первую половину лета более 15 тысяч самарских детей отдохнули в дневных пришкольных лагерях. Еще более 3,5 тысяч детей участвовали в 19 сменах, проведенных в загородных оздоровительных учреждениях. Таковы предварительные итоги Самарской летней кампании для детей. При этом в каждом учреждении организовывали полноценную разнообразную программу, включая патриотические акции, творческие конкурсы и спортивные мероприятия. Еще более тысячи детей смогли отдохнуть в учреждениях Департамента опеки и попечительства. В основном это ребята с ограниченными возможностями здоровья, из семей в тяжелой жизненной ситуации, дети участников СВО и находящиеся в пункте временного размещения. Для них также организовывают специальную программу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. В этом году у нас созданы чаты в каждом лагере родительские, в которые включены, кроме вожатых, еще сотрудники администрации лагеря. Это сделано с целью информирования родителей о событиях в лагере, а также осуществление контроля за ситуацией и принятие оперативных решений, если вдруг возникают какие-то вопросы у родителей. Также с начала лета для детей проведено более тысячи мероприятий в учреждениях культуры. Отдельные смены с тренировочным процессом, организованные для юных спортсменов в центре Олимп. При этом летняя оздоровительная кампания – это не только возможность качественно провести летний досуг для школьников, но и возможность заработать. В городе предусмотрена муниципальная программа, в рамках которой Департамент молодежной политики помогает с трудоустройством подростков. Планируется, что заработать в период каникул смогут более 3200 детей от 14 до 18 лет. Половину контрактов уже заключили, 60% из них с детьми в сложной жизненной ситуации. Если говорить об условиях работы, то это 14 лет 4 часа в день, 15, соответственно, 5, 16, 7. Трудоустраиваются они традиционно подсобными рабочими, уборщиками территориями, помощниками-садовниками, помощниками-специалистами. Обсудили на еженедельном совещании в городской администрации ремонт дорог. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок более 30 участков. Также в бюджет города благодаря поддержке главы региона Вячеслава Федорищева поступят дополнительные средства на этот вид работ, что позволит провести дополнительный ремонт 23 улиц и 49 тротуаров. Сейчас определяется адресный перечень тех дорог, которые требуют перевоочередного обновления. Срок выполнения всех работ – до конца октября. Что очень важно, правильно подобрать адресные перечни, что мы будем трактоваться в ближайшее время, после того, как будут доведены средства по распоряжению руководителя региона. Еще раз посмотреть тротуары, которые у нас подходят к школам, к детским садам. Конечно, это решение судов, как мы с вами проговаривали, и предписание ГИБДД. В городе продолжается и благоустройство общественных пространств. В этом году работы выполняют на трех объектах – парк «Молодежный», «Воронежские озера» и бульвар на улице Чернореченской. Все работы идут по графику. Нам дополнительно выделяются еще 265 миллионов рублей, в рамках которых мы будем продолжать работы и по парку «Молодежный», и по Воронежским озерам. Главы районов также доложили о выполнении программ по ремонту дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Содействие». Глава Самары поручила контролировать исполнение сроков контрактов, чтобы до конца лета все работы были выполнены. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Президент подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей, если средний душевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимума. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами России. Речь о возвращении семьям с детьми 7% из 13% НДФЛ. Минфин сравнил этот вид поддержки с кэшбэком или с выплатой 13-й зарплаты, по итогам года. Также президент подписал закон об индексации на 5% военных пенсий с 1 октября. Кроме того, подписан документ, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать выезды за рубеж. В случае нарушения их могут лишить мандата. Сфера ЖКХ и расселение жителей из аварийных домов. Эти вопросы больше всего волновали самарцев, которые пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Какие решения были приняты в диалоге с представителями городской власти, расскажет Елизавета Прокопенкова. Василий Клышников и Наталья Попкова 45 лет живут в доме на Галактионовской 96. Рассказывают, что строение признали аварийным еще в 2020 году. Из-за строительства метро дом начал разрушаться еще быстрее. Наталья, Василий и их соседи пришли к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой оказать содействие в переселении. И вот сейчас просто мы переживаем, что если будет программа с 25 по 30, что мы просто до 30 года не доживем. И пришли к Александру Евсеевичу, так как знаем, что он человек принципиальный, очень ответственный, очень справедливый, такой за людей. Мы просим его, будем просить его о помощи в ускорении на расстеление наше. В ходе приема жители вместе с Александром Хинштейном и представителями департамента управления имуществом обсудили пути решения проблемы. Расселение из ветхого аварийного жилья является пререгативой областного правительства. Это областная адресная программа по переселению. Елена Жуковская пришла на прием с другим вопросом. Женщина просит о содействии в устранении причин и последствий многократных подтоплений подвала дома на проезде Георгия Митселева. В декабре прошлого года Елена обращалась к депутату с такой же проблемой. Вместо того, чтобы заменить коммуникацию, которая у нас существовала, труба сотка проходила, быстренько нашли решение, заменили на вот такой вот шланг, так скажем. Для комплексного решения систематических прорывов и аварий на сетях необходима замена водовода. Понятно, что ресурсники выполнили свои обязательства. Проблема полностью не ушла в прошлое, но важно здесь ее решать, конечно же, сообща, в том числе и с учетом жителей. Поэтому, да, в ручном режиме будем по каждому вопросу, там, где есть перспективы, будем эту перспективу добиваться. Жители областной столицы пришли с разными обращениями, но большинство касались коммунальных проблем и расселения людей из аварийного фонда. Ряд вопросов удалось урегулировать в ходе приема. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. Сотрудники Самарского линейного отдела полиции Средневоложского линейного управления МВД на транспорте пресекли незаконную реализацию речных раков в особо крупном размере. Об этом сообщили в Федеральном министерстве внутренних дел. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя Татарстана в районе железнодорожной станции в Волжском районе Самарской области. У злоумышленника обнаружено около 800 килограммов живых речных раков в количестве более 15 тысяч штук. Общая стоимость незаконно добытых биологических ресурсов составила более полутора миллионов рублей. Задержание проводилось полицейскими при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изъятые речные раки выпущены в естественную среду обитания. Далее коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские банки с 25 июля смогут блокировать денежные переводы, если клиент перед этим получил много подозрительных звонков или СМС. В этом случае нетипичную активность можно расценить как попытку мошенников украсть деньги. Однако, как рассказали в Центробанке, блокировка необязательная. Ее будут выполнять те банки, которые заключили коммерческие договоры с сотовыми операторами об обмене данными. Тем временем мошенники начали звонить россиянам под предлогом улучшения качества связи. Преступники предлагают обновить настройки и грозят отключением интернета. А чтобы этого не случилось, просят продиктовать уникальный код из сообщения. Чтобы не попасться на уловку, лучше использовать систему блокировки подозрительных звонков, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать свои пароли посторонним. Вся важная информация по изменениям и с боям связи поступает в приложении сотового оператора. Более 50 тысяч супружеских пар заключили с начала года брачные договоры. Все чаще россияне воспринимают такой документ, как проявление ответственности и заботы друг о друге, сообщают в Федеральной налоговой палате. Больше всего брачных договоров заключили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. Также среди регионов лидеров Свердловская, Самарская, Ростовская области, Башкортостан и Новосибирская область. В брачном договоре супруги могут определить, кому и на каких условиях принадлежит недвижимость, вклады, бизнес-активы, паи, ценные бумаги и прочие имущества. В документе также можно описать, как выстраивается семейный бюджет, предусматриваются ли взаимные выплаты в браке и после него. Численность населения Земли достигнет пика к середине 2080-х и составит 10 миллиардов 300 миллионов человек. Такую оценку дали в ООН. При этом аналитики отмечают, что сейчас женщины во всем мире в среднем рожают на одного ребенка меньше, чем в 1990 году. Численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составляла 146 миллионов человек, снизившись за 2021 год почти на 297 тысяч человек. В этом году спрос на услуги нянь увеличился на 43%. Это объясняется увеличением занятости населения и потребностью современных родителей совмещать личные дела с карьерой. При этом не все готовы доверять присмотр за своим ребенком чужому человеку. Что думает об этом самарца, узнала наша съемочная группа. К этому вопросу, конечно, нужно ответственно подходить. То есть если у ребенка с няней возникает контакт после первого-второго занятия вместе, то если мы видим, как она к нему относится, и если ребенок тянется, конечно, да, мы бы оставили. Потому что действительно это выход. Потому что бабушки, дедушки нам уже не в состоянии помочь по силу возраста. Конечно, няня – это выход. Во-первых, у меня есть много других доверенных лиц. Я не знаю, не рассматривала вообще такой вариант. У меня есть такие близкие люди, которым я доверяю. И до нянь просто еще не доходила ни разу. Тоже опыта такого не было, но няне бы доверила, потому что сама работала у няней. И меня просто друзья просили. Я считаю, что можно доверить, только надо хорошенько все проверить. Никогда не оставляли. Сестре, брату, только все. Ребенка. Всегда с собой. Да, всегда с собой. Даже в путешествиях. Наверное, если очень хорошо проверенной и знакомой. Вот так вот, скорее всего. Либо через каких-то знакомых, что она уже у них работала. А просто вот по объявлению, наверное, нет. Было время, когда мы оба работали и доверяли няне. Ну, старшую дочку. Потом старшая дочка подросла, и с младшим уже таких проблем не было. Соответственно, няня была своя. А так доверяли, но были вынуждены. Работа. Это для меня такой сложный вопрос, потому что я пока не знаю. У меня сомнения. Да, у меня вот лучше с бабушкой. Мне так надежнее. Ну, вот насчет няни. Наверное, в случае необходимости, если бы мне это потребовалось, я бы, наверное, может быть, оставила. Но не факт. Не остаются в стороне. В столице региона в библиотеке номер один прошел час интересных сообщений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники библиотеки рассказали гостям о жизни и творчестве писателя Гарина Михайловского и подготовили тематическую выставку «Слово Полине Чулюковой». Николая Гарина Михайловского многие знают как автора книги «Детство Темы». Однако этот талантливый человек, живший на рубеже 19-20 веков, не только писатель, но инженер и путешественник. В 1882 году он переехал жить в Самарскую губернию, купил имение и пытался вести хозяйство. Однако через три года вернулся на службу в Министерство путей сообщения. О жизни Гарина Михайловского рассказали гостям Самарской библиотеки номер один. Встреча прошла в рамках выставочного проекта «Во все стороны талантливый человек». Это имеет отношение и к нашему городу, к Самаре, это краеведение, это изучение. Предполагаем, что люди будут интересоваться историей родного края. И такими замечательными творческими людьми, которые населяли наш край, и которые до сих пор вызывают у нас интерес и уважение. Гости библиотеки – люди с ограниченными возможностями здоровья, которым помогает Центр социального обслуживания населения Советского района. С библиотекой особенных гостей объединяет давняя дружба. Это объединение способствует тому, что ребята могут дружить, могут посещать различные мероприятия. И в том числе библиотека нацелена на то, чтобы они были более заинтересованы, чтобы жизнь была у них не в четырех стенах, а вот именно у нас, в учреждении культуры. Интересно рассказывают. Есть много забавных историй, тех, которые люди вообще не знают. В библиотеке регулярно проходят встречи для людей с ограниченными возможностями здоровья. Гости приходят на выставки, участвуют в тематических мероприятиях и мастер-классах. Полина Чулюкова, Валерий Майоров, События. Погружение в фольклорные наследия по Волжье. В музее галереи «Заварка» открылась выставка «Было-не было». Наша съемочная группа увидела экспозицию. «Жигулиха», «Илья Пророк» и «Стрелец». Эти сказочные персонажи ожили в различных художественных формах и вызвали большой интерес у посетителей выставки «Было-не было». В числе ярких работ – современная графичная интерпретация кабачной кикиморы, созданная самарским художником Савелием Малаховым. Для создания этого образа он использовал маркеры, что придало сказочному персонажу некую мрачность и живость. Сюжет в том, что он начинает вести дела в кабаке, в котором все разоряются из-за нечистой силы. Но я решил немного актуализировать его. В современных барах, в кабаках современности, там же все туалеты обычно затеганы, расписаны. То есть я представил, что он взял ведро с водой, зашел в туалет, и там стоит со свечкой и общается с этим духом. Вот это, собственно, я изобразил. Кроме иллюстрированных портретов, главных персонажей-быличек на выставке представили волшебные предметы быта, которые играют важную роль в сказках и легендах. Также в одном из залов можно ознакомиться с адаптированными и оригинальными версиями сказочных текстов и проследить эволюцию сюжетов. Как отличить сказку от былички, например, здесь мы можем прочитать вот эти оригинальные тексты и понять то, что сказка – это совершенно не для детей. Не всегда это для детей. Сказки могут быть очень страшными, очень психоделичными и очень странными. И в этом вы можете убедиться. Фотографии «Самарские легенды» сопровождаются видами Жигулевских гор и портретами исторических персонажей, упомянутых в сборнике сказки и передания «Самарского края», которые опубликовал ворский писатель Дмитрий Садовников. Каждый посетитель выставки также смог принять участие в интерактивных играх. Достаточно необычно в таком виде, в таком изображении, плюс еще с звуковым оформлением в том зале, где, проходя мимо, человечек смеется. И экспонаты выставки достаточно интересные. Достаточно интересно, и хочется еще привезти детей и посмотреть на их реакцию на это. Выставку могут посетить все желающие до 8 ноября. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. На общественных пространствах кипят работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В парке «Молодежный» преображается входная группа. Идет бетонирование фундамента под входную арку. На Воронежских озерах ведется устройство автополива газонов, пишет телеграм-канал департамента городского хозяйства. Мошенники используют школьников и студентов в качестве дропперов, подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляют аферистам свои счета для транзита или обналичивания похищенных денег. Соглашаясь на такую подработку, подростки и молодые люди чаще всего не подозревают, что сами становятся преступниками. Иногда дроппером можно оказаться совершенно случайно, например, если у вас украли учетную запись от электронного кошелька, сообщает телеграм-канал Красноглинского района. С 15 по 21 июля в России проводится неделя сохранения здоровья головного мозга. Телеграм-канал Кировского района публикует перечень активного досуга, который позитивно влияет на работу мозга. Гимнастика способствует улучшению кровообращения всего организма и усиливает питание мозга. Плавание – это один из самых безопасных видов физической нагрузки, благотворно влияющих на работу мозга. Дыхательная гимнастика, которую можно выполнять дома, в школе, во время отдыха снабжает мозг кислородом, улучшает память. Езда на велосипеде – это и кардионагрузка, и времяпровождение на свежем воздухе. Укрепляет сосуды, улучшает работу сердца. Для здоровья мозга важно сохранять высокий уровень физической и умственной активности, следить за артериальным давлением и своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. 10 августа в Самарской области пройдет День физкультурника. Спортивные мероприятия будут организованы во всех городах и районах. Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре. В 8 утра на Первомайском спуске – зарядка с чемпионом. В 10 на спуске Площади Славы – турнир «Оранжевый мяч». В 17 часов – начало основной программы. На главной сцене – чествование спортсменов, тренеров и работников отрасли. А в 19 часов – на спуске Площади Славы – открытие ночного забега «Огни Самары», информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова